На встрече обсудили перспективы развития фигурного катания в Мордовии. Было отмечено, что для этого существуют все условия работы. Детско-юношеская спортивная школа со спортсменами занимаются квалифицированные тренеры. В разных районах республики функционируют семь крытых ледовых арен. Идет строительство еще трех таких сооружений. Говорили также о проведении в регионе соревнований разного уровня и масштаба. Так, одни крупные старты в столице Мордовии проходят прямо сейчас. Мемориал Жука – соревнования для самых юных фигуристов. В закупке медалей в течение четырех дней будут бороться мальчики и девочки 2008 года рождения и младше. Всего турнир собрал более ста спортсменов из 23 регионов страны. Соревнуются в одиночном катании. Каждому предстоит показать короткую и произвольную программы. А также мастерство исполнения отдельных элементов. Это специально созданные соревнования, которые не входят в общую рамку из стандарта. Короткая программа, произвольная программа. Специально мы сделали соревнования, в которых мы можем посмотреть, насколько владеют спортсмены сложными элементами. Прыжками, каскадами, дорожками и вращениями. В свое время Станислав Алексеевич Жук сделал таблицу сложности элементов. И вот по этой таблице мы сейчас и работаем. На торжественной церемонии открытия соревнований, помимо главных лиц российского и регионального фигурного катания, присутствовал заместитель министра спорта России Андрей Сельский. В Мордовию он прибыл с особой миссией. По поручению президента страны во всех регионах России должна пройти цифровизация спорта. В нашей республике упрощение всех процессов с учетом современных технологий находится на начальной стадии. Впереди много работы, но уже составлен план развития. Смысл в том, чтобы собрать ключевых людей в физкультурно-спортивной отрасли республики и создать совместно дорожную карту цифровизации спорта вот здесь в регионе. С учетом лучших решений федеральных и из региональной практики, из коммерческой практики. Первыми еще накануне официального открытия соревноваться начали мальчики старшего возраста. 10 марта судьи оценивали выполнение ими элементов. 11 марта также в элементах продолжили соревноваться с девочками младших и старших групп. Завершил соревновательный день короткая программа в исполнении старших мальчиков. 12 марта короткую программу покажут старшие девочки, а старшие мальчики откатают произвольную. Затем младшая группа мальчиков посоревнуется в элементах. 13 марта в короткой программе выступят младшие девочки, а в произвольной – старшие девочки. 14 марта соревнования завершат произвольные программы в исполнении младших групп, девочек и мальчиков. Фактически первый смотр первого резерва в фигурном катании. Через 2-3 года победители вот этих соревнований будут уже блистать на европейских и мировых первенствах. Могу сказать, что за 5-7 лет уровень катания, конечно, вырос. Мы сами удивляемся, насколько все изменилось. Практически мы сейчас видим взрослое катание. В этих соревнованиях принимают участие самые лучшие спортсмены со всей страны. Это те, кто уже прошли региональные отборы и показали себя с лучшей стороны на различных межрегиональных турнирах. По итогам всех выступлений в рамках мемориала «Жука» те, кто набрал наибольшее количество очков и сумел зайти на пьедестал, станут членами сборной России и смогут поучаствовать в крупных международных соревнованиях. Ирина Семенова, Сергей Соколов. Народные новости.